Как вступила Покахонтас со Джоном Смитом. Ну и сегодня мы о Покахонтас знаем все. Покахонтас, Покахонтас, ну так называют сенаторшу Уоррен из Массачусетса, которая хочет стать президентом. Но была настоящая Покахонтас, дамы и господа. В декабре 1607 года Смит отправился с двумя помощниками вверх по Джеймс Ривер. Они погрузили в лодку товары для обмена у индейцев на кукурузу и индюшек. Не зная, что у пришельцев мирная цель, индейцы убили двух и взяли Смита в плен. Они доставили пленного англичанина в Азю. В Азю предстояло решить судьбу пленного. Если полагаться на воспоминания Смита, он написал несколько книг. Так вот, если полагаться на его воспоминания, вождь приказал размозжить ему голову. Но когда подручные были готовы исполнить приказ, Покахонтас положила свою головку на голову Смита и тем самым сохранила ему жизнь. Смит остался в плену. Чтобы освободиться, он дал слово вождю, что никогда не поднимет руку на него и его подопечных. Будучи в плену, Смит проводил время с женщинами, в их числе и с Покахонтас. Покахонтас было тогда 12 лет. У вождя было 87 детей. Я, дамы и господа, не называю имени вождя, потому что он труднопроизносимый. На всякий случай, тот, кто интересуется. Вождя звали Вакахан Со Нокакак. Так вот, у этого Нокакака было 87 детей. Покахонтас была младшей и самой любимой. У большинства дочерей и вождя было по несколько мужей. Девочки у индейцев становились женщинами, как только у них начинались месячные. И они тут же начинали половую жизнь, запросто вступая в связь с мужчинами, у которых были жены. Сексуальная свобода была обычной в индейских племенах.